Здравствуйте! Вы смотрите Время новостей на МТВ в студии Анны Корохова. В Волгограде прошли комплексные межведомственные учения по гражданской обороне. Станцию Скоростного трамвая Комсомольская превратили в убежище для временного размещения граждан в случае ЧП. Вместе со спасателями в Волгоградскую подземку спустилась и наша съемочная группа. Волгоградцам презентовали проект по ликвидации опасного шлама накопителя в Кировском районе. Благоустройство улицы Титова продолжится и в следующем году. Какой объем работ предстоит выполнить специалиста. И теперь обо всем по порядку. Что делать в случае, если звучат сигналы воздушной тревоги? Как быстро собраться и что нужно взять с собой в так называемом тревожном чемоданчике? Сегодня в Волгоградской области прошли межведомственные учения по гражданской обороне. Одним из пунктов их проведения стала станция Скоростного трамвая Комсомольская. Здесь отработали механизм укрытия населения в подземных сооружениях. Насколько готова Волгоградская подземка и сколько жителей здесь смогут разместиться в случае ЧАЭС, расскажет Дарья Коломыченко. Учения на территории Волгоградской области начинаются с гула сирены. Она оповещает жителей региона и областной столицы о тревоге. Горожан просят соблюдать спокойствие. Алгоритм действий в случае возникновения ЧАЭС должен знать каждый. В первую очередь, куда идти? Одно из сооружений, где можно укрыться – подземные станции Скоростного трамвая. Сотрудники метроэлектротранс должны обеспечить перевод защитного сооружения в рабочее состояние в случае необходимости. Защитное сооружение может вместить 8 тысяч человек. Если данное помещение рассматривать как укрытие, то до 38 тысяч человек. На время учений тоннель метроэлектротранса переводят в режим защитного сооружения. В подземке оборудуют деревянные настилы, устанавливают скамейки и кровати. На одного человека примерно полтора квадрата. В случае ЧАЭС разместиться можно в тоннелях, на платформах, а также в вагонах, если они остались на станциях. Главное, что советуют горожанам не паниковать. Плюсом будет собранный заранее тревожный чемоданчик. Средства индивидуальной защиты, аптечка, по необходимости спальный мешок и небольшой стульчик. Ну и, конечно же, теплая одежда и небольшой запас еды. С собой также можно взять средства гигиены, одноразовую посуду, фонарик, небольшое одеяло. Главное, чтобы сумка была максимально легкой для переноса. Для удобства предлагаем на семью иметь это либо туристический коблик, либо спальный мешок. И табурет складной, рыбацкий, туристический тревожный набор, который должен быть у каждого гражданина Волгоградской области. Рекомендуем. Потому что это позволит до сутки находиться свободно и беспрекляться на укрываемых помещениях. У Алексея Рябухина тревожная сумка всегда на готове. Молодой человек точно знает, что делать в чрезвычайной ситуации. Нет, тревоги не возникнет, потому что все это распространяется, агитации. То есть все обучены, все это знают прекрасно. Когда поступает сигнал, что нужно взять с собой. Сумка тревожная сразу уже собрана, как бы дома лежит. Соответственно, меняешь там продукты по сроку годности. Для укрытия населения на станциях метроэлектротранса оборудованы герметичные затворы, резервуары для воды и санитарные узлы. Учения позволяют отработать основные способы защиты населения и повышение устойчивого функционирования ключевых для региона объектов. Задача, которую мы перед собой ставим, одна из основных. На самом деле, посмотреть, в каком состоянии находятся объекты, которые необходимо использовать в рамках защиты населения при либо природных проблемных вопросах в чрезвычайных ситуациях, либо техногенного характера. Вопросы безопасности являются наиважнейшими. Учения проходят на территории всей Волгоградской области. Андрей Бочаров подчеркнул, что они своевременны, так как в настоящее время меняется подход к вопросам гражданской обороны. Старт такого подхода, реализация на территории Волгоградской области, в котором будут в том числе задействованы и все органы власти, все наши структурные подразделения, и в том числе, конечно, жителей. То есть это очень долгий путь. Это не простой путь, но это долгий путь. Но мы его пройдем. Комплексные межведомственные учения по гражданской обороне в Волгоградской области проводятся по поручению президента России. Учения такого масштаба в регионе не проводились со времен СССР. Их итогом станут анализы, оценка готовности системы гражданской обороны на территории области, а также предложения по совершенствованию ее функционирования. Дарья Коломыченко, Роман Седлецкий. Время новостей. Шламный копитель бывшего химпрома площадью 28,5 гектаров несколько десятков лет приносит вред окружающей среде. На территории Белого моря находятся 4 миллиона тонн опасных отходов, в том числе 110 тысяч тонн вредоносного шлама с высоким содержанием ртути. Это отходы химического производства с первого по четвертые классы опасности. Проекты ликвидации опасного объекта в Кировском районе обсудили на общественных слушаниях. Задачу ликвидировать экологическую угрозу, исходящую от объекта, поставил губернатор Андрей Бочаров. В регионе создана группа экспертов по разработке вариантов решения проблемы. Экологи, геологи, проектировщики, геодезисты изучили отечественный и зарубежный опыт по обезвреживанию, химических отходов и вариантов рекультивации шлама накопителя. Эксперты также провели консультации со специалистами Российской академии наук. В ходе общественных слушаний проектировщики презентовали эффективный способ нейтрализации Белого моря в Кировском районе Волгограда. В зале представители природоохранных структур, научной среды, эксперты, экологи, общественные и политические деятели, неравнодушные граждане. Важный вопрос поднимают по поводу химической проблемы нашего города и по устранению ее решению, тем более за такой небольшой срок. В презентации все было четко и понятно. Проектировщики рассказали общественникам, как будут устранять угрозу, исходящую от опасного объекта. Специалисты рассмотрели несколько вариантов ликвидации Белого моря. Вывоз шлама с последующей его утилизацией, термическое обезвреживание и плазменная переработка или консервация объекта с дальнейшей рекультивации. Последний вариант оказался оптимальным. Локализация шлама, установка укрытий и геохимических барьеров под землей в совокупности с комплексной системой мониторинга. Проект стоимостью около 8 миллиардов рублей реализуют в два этапа. Технический, который займет два года основные строительно-монтажные работы, и биологический. Он будет проводиться на протяжении четырех лет. Это уход за растительностью и посев газонов. Консервация данного объекта, создание, скажем так, стакана, могильника, в котором будут эти отходы лежать. То есть они будут полностью изолированы от прилегающей территории, от водоносных горизонтов Волги, от поверхности грунта. Шлама-накопитель начал формироваться в прошлом веке в результате хозяйственной деятельности предприятия «Химпром», выпускавшего военную и гражданскую продукцию. Все токсичные отходы – сероводород, сероуглерод, ртуть, хлористый метил, меркоптан и хлор – десятилетиями складировались совсем близко от Волги. В 2021 году сотрудники Комитета природных ресурсов Волгоградской области заключили первый госконтракт на изучение объекта накопленного вреда и получили информацию о содержании вредных веществ в шлама-накопителе. В рамках второго госконтракта создали проект по ликвидации Белого моря. После проведения общественных слушаний проектную документацию направят в главгосэкспертизу России на проверку и согласование. Следующий этап – формирование заявки на получение финансирования для реализации проекта. Это серьезный региональный проект, он направлен на защиту окружающей среды, экологическую безопасность для наших жителей. Если вы знаете, шлама-накопитель Белого моря, эта проблема действительно еще сложилась с давних времен. Комитетам принимаются все необходимые меры для того, чтобы решение вопроса этого было. К проблеме ликвидации Белого моря региональные власти пытались подойти с конца 20 века. Однако реальных подвижек удалось добиться лишь сейчас. Губернатор Андрей Бочаров пригласил в регион ключевых федеральных руководителей, от которых зависело принятие решений. 22 мая 2021 года на территории Белого моря прошло выездное совещание с участием представителей Минприроды Российской Федерации, Роспотребнадзора и других структур. Дарья Денисова, Роман Седлецкий, Время новостей. Многоустройство улицы Титова продолжится в следующем году. По итогам открытого конкурса уже выбран подрядчик для проведения работ на четной стороне бульвара в границах между улицами имени Еременко и Торощанцева, в том числе на зеленой зоне между проезжими частями. На территории уложат тротуарное покрытие, смонтируют 40 светоточек, камеры видеонаблюдения и парковую мебель. На зеленых зонах агрономы высадят больше полутора тысяч роз и 600 кустов берючины, уложат и рулонный газон. Уникальную каштановую аллею пополнят молодыми саженцами этой же породы. Реконструкцию будут проводить в несколько этапов. Напомним, на сегодняшний день завершено благоустройство на бульваре между улицей Еременко и первой продольной магистралью со стороны парка имени Гагарина. Сейчас завершается обновление участка между первым и третьим домами. Дзижинский район стал самым густонаселенным районом Волгограда. Согласно последним статистическим данным, в нем проживают более 180 тысяч человек. В тройку лидеров по численности населения обошли Красноармейский район 160 тысяч жителей и Краснооктябрьский 142 тысячи человек. Меньше всего проживает в Ворошиловском районе 78 тысяч жителей. В числе наименее населенных районов Волгограда центральный 85 тысяч жителей и Кировский, где проживают 98 тысяч человек. Дзижинский – один из наиболее динамично развивающихся районов Волгограда. Из событий только последних дней, которые произошли в нем, Обновленную часть мостового сооружения на путепроводе номер 8 на третьей продольной магистрали открыли для движения транспорта. Завершены все основные работы по укреплению конструкций мостового сооружения. Сформировано новое дорожное полотно и пешеходная дорожка. К привычному маршруту вернулся автобус номер 59. Ранее он объезжал участок реконструкции по соседним улицам. На улице Шекснинской специалисты приступили к возведению стен первого этажа будущей школы на тысячу мест. Для нового образовательного учреждения в микрорайоне с плотной жилой застройкой муниципалитет выделил территорию площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Школу в Дзижинском районе возводят по региональному проекту «Современная школа нацпроекта образования». Специалисты устанавливают железобетонные колонны высотой 7 метров. Они станут опорой для перекрытий здания. Рабочие приступили к возведению внешних стен первого этажа. Большим событием для жителей Дзижинского района стало открытие обновленного бульвара по проспекту Жуково. Теперь на нем семьями с друзьями и близкими с удовольствием гуляют сотни волгоградцев. Благоустройство общественной территории жители оценили на отлично. Бульвар по проспекту Жуково стал главным в районе местом для прогулок всей семьей и занятий здоровым образом жизни. Территорию возле музея-заповедника «Старая Сарепта» в Красноармейском районе продолжат благоустраивать в следующем году. Муниципалитет инициировал конкурсные процедуры на определение подрядной организации, которой предстоит привести в порядок около 10,5 тысяч квадратных метров территории, в том числе площадь Свободы. Проект предусматривает мощение тротуаров разнообразной плиткой, укладку урлонного газона, озеленение, установку системы автоматического полива и малых архитектурных форм. На пешеходной дорожке, ведущей в сторону проспекта Героев Сталинграда, будет оборудована входная арка. Напомним, территорию музея-заповедника «Старая Сарепта» набрала больше всего голосов в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2023 году. В этом году в нормативное состояние приводят участок между музеем и клинической больницей номер 15. Здесь оборудуют парковку и тротуары, протянут коммуникации для линии освещения и видеонаблюдения. В сквере на площади Свободы в рамках проекта по обновлению мемориалов на территории региона реставрируют братскую могилу воинов 57-й и 64-й армий. На одном из самых мощных в стране консервных комбинатах, на комбинате «Ахтуба» в Волжском, приступили к выпуску овощной консервной продукции «Урожая-2022». За 4 месяца с момента запуска завода на нем произвели уже около 14 миллионов банок разнообразной консервированной продукции. За сезон переработали более 6 тысяч тонн свежих овощей урожая этого года – огурцы, томаты, перец. Что нужно сделать, чтобы огурчики получились хрустящими и очень вкусными, расскажет Инна Емельянова. Засолка огурцов – дело тонкое. На консервном заводе «Ахтуба» процесс начинается в этом отделении. Соленые огурцы выгружают из бочек в специальные бассейны. Здесь их вымачивают. Это необходимо для того, чтобы каждый огурчик получался вкусным и хрустящим. У нас три ванны. В каждой ванне загружается по 6 тонн огурца. Вымочка приблизительно идет от 3 до 5 часов. Таких оборотов три у нас в смену. Огурцы моют в барабанных щеточных машинах. После просушки они попадают в банки. В чистую банку загружается зелень по тому транспортеру. Вот зелень в банке. Тут укроп и чеснок. А расскажите, для чего это делается? Чтобы огурец был не обезличенный, был вкусный, чтобы уже больше ничего с ним не сделали. Взяли на стол, порезали и с удовольствием ешьте. Под картошечку, под все что угодно. Укладывают зеленые плоды вручную. Эти овощи собирали с полей компании. Используют также продукцию, поставленную местными фермерами в замороженном виде. Большую часть сырья перерабатывают сразу. А 20% закладывают на хранение в подземные бункеры. Пройдя весь этот длинный путь, продукция попадает сюда, на линию фасовки и упаковки. Здесь специалисты контролируют вес огурцов в банке. После добавления маринада, каждая банка проходит термическую обработку в пастеризаторе. Это позволяет не допустить развития микробиологических процессов. На каждом этапе консервации осуществляется лабораторный контроль качества. Благодаря этому продукция вкусная, качественная, без красителей и ГМО. Строительство консервного комбината стартовало в августе 2020 года. В июле текущего его ввели в эксплуатацию. Сегодня здесь готовы производить до 80 миллионов банок с продукцией в год. Поставлять ее будут на российский рынок и за рубеж. В дальнейшем, в течение двух месяцев, ориентировочно, мы планируем запуск в эксплуатацию линии по производству соусов. Это кетчупа, горчицы, аджики. Ну и к лету планируется запуск второй производственной линии, которая будет производить овощные деликатесы. Мощность переработки увеличит до 15 тысяч тонн овощей в сезон. В год объем переработки овощей составит до 40 тысяч тонн. Работа новой площадки позволяет реализовать не только потенциал АПК региона, но и обеспечить занятость населения. На заводе трудятся 200 рабочих и сотрудников. Открытие новых предприятий, увеличение объема переработки плодовощной продукции – задачи, поставленные губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Только за последние 8 лет объемы переработки выросли более чем в два раза. Этому поспособствовало эффективное взаимодействие инвесторов с органами власти. Инна Емельянова, Андрей Кирсанов. Время новостей. Почти 19 тысяч комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник Ви» поступили в регион и оперативно распределяются между медицинскими организациями. Сегодня от COVID-19 в Волгоградской области привиты уже свыше 1,8 млн жителей. В Волгоградской области продолжается иммунизация от новой коронавирусной инфекции. В облздраве отмечают, что по желанию пациента вакцинироваться препаратом гам-кобид-вак можно как внутримышечной инъекцией, так и назальным способом. Прививки делают в 74 прививочных пунктах, в медицинских учреждениях, а также в специализированных центрах на базе ТРК Волгограда и Боушского. Мобильные прививочные бригады направляются в организации предприятия, отдаленный населенный пункт, выездная вакцинация продолжается и в стационарах области. Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. Защиту от вируса уже получили более миллиона жителей, в том числе более 248 тысяч детей и подростков. Задачи по повышению готовности всех ведомств к возможному ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседание оперативного штаба. Глава региона прошел ревакцинацию от COVID-19 в начале августа. А теперь о статистике по заболеваемости коронавирусом. Еще 36 жителей региона заразились COVID-19. 15 человек госпитализированы. Такую информацию сообщает региональный оперативный штаб. Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. После полного выздоровления врачи выписали 92 пациента. Атмосфера музыкального салона 19 века, русские романсы и элегантные образы гости Волгоградского краеведческого музея смогли перенестись почти на два столетия назад в эпоху дореволюционного Царицына. Главным подарком музыкального вечера стало выступление ведущих солистов музыкального театра в рамках проекта «Гармония в единстве». Максим Черпак продолжит тему. «Я вас все-таки люблю, не уезжает и мой голубчик, льется песня». Недленные шедевры русского романса исполнили солисты Волгоградского музыкального театра Светлана Османова и Леонид Маркин. Погрузиться в атмосферу Царицына помогает и интерьер. В качестве концертной площадки выступает один из залов Волгоградского краеведческого музея. Зритель сидит рядом, действительно такая атмосфера домашняя. Получается, тет-а-тет мы с ним, буквально в метре, видишь глаза, видишь эмоции. Я бы даже сказал, наверное, волнительнее, чем со сцены. И ощущение, что ты сидишь в салоне, в модном, и исполняешь салонное пение, да, очень необычное ощущение. Участники проекта «Гармония в единстве» надеются, что воспоминания от красивой музыкальной встречи останутся в памяти волгоградцев надолго. Я надеюсь, что и нашим зрителям, которые присутствовали сегодня на этой встрече, мы подарили ощущение вот этой красоты, этого очарования. И может быть кто-нибудь полюбил, услышав, может в первый раз старинный русский романс. Для некоторых зрителей в Крывическом музее состоялось первое знакомство с романсом. Другие пришли сюда, чтобы насладиться любимыми произведениями и, возможно, открыть для себя что-то новое. Мы исполняли известные романсы, которые знакомы даже нам, не совсем взрослому поколению. Поэтому очень понравилось, даже нам было знакомо. Прекрасные артисты, прекрасные костюмы, хорошая атмосфера. Атмосфера домашняя, как раньше в купеческих домах, наверное, пели такие песни. Встреча «Гармония в единстве» состоялась в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». В День народного единства в Крывическом прошло немало экскурсий, лекций и концертов. Люди очень обогатились знаниями о крае, о нашем городе, об истории нашего города. И окунулись немножечко в атмосферу старого доброго царицына. Посетили мероприятия разной направленности и тематики. Один я без ласк и без сладостных чар. Максим Черпак, Виталий Грищенко. Время новостей. Юные волгоградцы завоевали 20 медалей на всероссийском турнире под хэквондо. Воспитанники муниципальной спортшколы номер 15 стали обладателями наград чемпионата и первенства России под хэквондо МФТ, проходивших в Санкт-Петербурге. Юные спортсмены и города-герои вошли в число лучших из более чем 1300 хэквондистов из 42 регионов страны. Муниципальная детско-юношеская спортивная школа номер 15 основана более 40 лет назад. Тренеры-преподаватели готовят будущих чемпионов по шахматам, настольному теннису, тэквондо, гандболу, мини-футболу и пауэрлифтингу. Четыре года назад на базе школы был создан клуб по тэквондо «Черные тигры». Эта школа боевых искусств зарекомендовала себя как одна из лучших в стране. В настоящее время в ней 46 отделений, в которых занимаются более тысячи человек. В Волгограде функционируют более 20 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в которых развивают спортивное мастерство около 14 тысяч ребят. А мы продолжаем знакомиться с искусством одного из самых интеллектуальных видов спорта и искусства. Профессионалы рассказывают и очаровывают игрой черно-белых баталий, разоблачают мифы о скуке в программе «Шахматы всей семьей за одной игрой». В новом выпуске вы узнаете. Как составить стратегию успеха для маленького таланта? Как не бросить все на полпути и дойти до заветного титула – гроссмейстер? Что заставляет юных талантов без праздников и выходных часами рассуждать над шахматной доской? В то время как сверстники беззаботно веселятся за окном? И зачем шахматисту заниматься в тренажерном зале? Как воспитать настоящего чемпиона? Покажем и расскажем в выпуске «Шахматы всей семьей за одной игрой». Наши главные помощники – чемпионы Волгоградской области по шахматам и их родители. А также Анастасия Гурова – директор городского шахматного центра. Все они готовы поделиться секретами успеха сразу после этого выпуска новостей. Сразу после выпуска новостей смотрите программу «Профессии иллюзий», где ее ведущий Илья Власенко и Алина Успенская познакомят вас с работой тренера по верховой езде. А в 18.10 в нашем эфире острый сюжетный детектив, капитан полиции метро. В столичной подземке убит неизвестный гражданин. И вскоре выясняется, что мужчина был важным информатором ФСБ. Группа капитана Амышляева находит свидетельницу убийства. Первая девушка видела вора-карманника, который украл у погибшего ключи за несколько минут до убийства. Эта информация вывозит полицейского на цепочку странных обстоятельств и нескольких подозрительных личностей, которые начинают регулярно появляться на этой станции метро. Не пропустите в 18.10 на МТВ. И, конечно, не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале МТВ.онлайн. Полная коллекция видео на рутуб.ру. Не пропустите. Главное, подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Итоги дня подведем вместе с вами уже в 20.00. Не переключайтесь. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде существенных осадков не предвидится. Ветер южный, юго-западный от 3 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем от 4 до 6 градусов со знаком плюс. Днем в Волгограде существенных осадков не предвидится.